МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Микоэль Ван дер Мерен Ивжак Анн Броше Филипп Лоденбак Филипп Дюкло Инквизиция Авторы сериала Николя Кюш и Леонель Паскье Авторы сценария Николя Кюш, Леонель Паскье, Вероник Ле Шарпи Лорен Дэвид Пидус, Андро Жено Трудностей все больше Они все ближе Рашфор, Сен-Эл-Эр, Костейон От чудес Святого Петра толку нет Дело в том, что вести о чуме дошли до провинции И туда должны доходить вести о наших чудесах А не о чуме А тем временем о плащанице по-прежнему ничего Вашему святейшеству известно, что инквизитор оказался неспособен Мне нет дела до инквизитора Дайте мне плащаницу Без нее мы пропали Господь не попустит В этом деле вам лучше бы рассчитывать исключительно на себя, Амирай Я дам новое распоряжение Тюрену, чтобы он разыскал плащаницу как можно скорее Это какие же? Производство Септамбр Продюксион При участии Франц Тервизион Старый болван Режиссер Николя Киш Вам не легко Увидите их Что же здесь произошло? Сделка с дьяволом? Дьявол не обитает в подобных местах Он предпочитает людские сердца Сделка с дьяволом Седьмая серия Взаимное согласие Ты снова стала рыжей По крайней мере, одно признание не придется у тебя вырывать Будь покойным Ты скоро выйдешь из темницы И отправишься на костер КОНЕЦ 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 ККИХ Продолжение следует... 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 Гильермо, зачем меня беспокоить в столь поздний час? Важная новость, ваше святейшество. Встань, встань. Я тебя слушаю. Я арестовал ведьму и придам ее огню, чтобы успокоить народ. Это очень хорошо. Но у меня есть причины полагать, что она не виновна в этих преступлениях. Глупости. Одна ведьма вполне могла убить трех наших братьев. Мое расследование указывает на заговор из Рима. Через эти убийства они угрожают вашему святейшеству. Я подозревал. Неужели стоит беспокоить сейчас его святейшество? Я запрещаю вам ставить под сомнение суждение инквизитора. Его работа начинает приносить плоды. Благодарю за преданность, мой друг. С тобой и кардиналом я ничем не рискую. Вы забываете отца нашего всемогущего? Разумеется. Но в этом деле я предпочитаю поручить вам двоим заботу о моей безопасности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дедушка. Это я. Аврура, что с тобой? Ты вся горишь. Идем. Я о тебе позабочусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я ищу лекаря. Он вон там. Дорогая, я нашел ее у дома. Сейчас я тебе помогу. Она будет жить. Молись своего бога. Об остальном позабочусь я. Спаси, Эсамель. Спаси мою внучку. Все будет хорошо, милый. Ложись. О, Боже. Папа. Я здесь, милая. Я видела. Видела его лицо. Я видела лицо твоего брата. А чем это ты? Спи. Спи, я скоро вернусь. Сема стихает. Они уже давно мертвы. Я вас просил привезти живых зараженных. Все теми мне делать нечего. Они больше не заразны. Дело непростое. Люди сидят в заперти по домам. Только этих удалось раздобыть. Есть одно решение. Избавьтесь от трупов. Все горит. Горит. Папа, у меня внутри огонь. Если я умру, то попаду в ад. За то, что ходила в синагогу. Не тревожься, милая. Я тебя вылечу. Отдыхай. А когда проснешься, все будет хорошо. Мне страшно. Не бойся. Отдыхай. Жар усиливается. Мне ее не спасти. Я знаю, она поправится. Я за нее молился. Твои молитвы не спасут ее, Яков. Ничто ее не спасет. Я проиграл. Не говори так. Ты всегда уничтожал себя из-за тех, кого любишь. Вспомни Давида. Он умер. Его я тоже не смог спасти. Не правда, Самюэль. Тело его мертво. Но душа, она, она с нами. Ты можешь куда больше, чем думаешь. Ты прав. Барналь. Где Барналь? Мой учитель уехал. Что вы здесь делаете? Мне нужно видеть Мадлен. Аврора умирает. Она очень больна. Спасти ее может только Мадлен. Но вы же лекарь. Я бессилен. Болезнь зашла слишком далеко. Прошу тебя. Дай мне повидаться с ней. Она знает снадобья. Расскажет, как их изготовить. Мэтр меня убьет. Силас. Умоляю тебя. Если дашь ей умереть, ты хуже своего учителя. Девушки отдыхают. Аврора? Я видела смерть, но думала, она пришла за мной. Потому и начертила защитный круг. У нее чума. Чума? Жар все не спадает. Что мне делать? Ты больше ничего не сделаешь. А я могла бы ее спасти. Но для этого я должна ее видеть. Продолжение следует... Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вы дали слово Нет Вы же дали слово Ген Ну что? Нужно торопиться Времени мало Девушки отдыхают 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 Лихорадка спала Я же говорил тебе, милая Ты почти здорова Конечно, она здорова Я всю ночь молил Рахиль, чтобы она ее защитила Рахиль? Кто это? Это ангел Такой же, как ты Девушки отдыхают Девушки отдыхают Спасибо Это еще не все Нужно вскрыть абсцессы И прижечь язвы головней Я все сделаю Ты должна бежать И куда мне идти? Стражники Барналия наверняка ищут тебя Обещаю, если увижу стражник Сразу испарюсь Расскажи мне еще историю Пошел Бесполезно спрашивать, кто дал тебе имя Я все вам скажу Клянусь, я все скажу Я еще ни о чем не спросил Это он Этот негодяй дал мне ларец Но клянусь вам всеми святыми Я не знал, что в нем Не клянись Скажи лучше, где ларец Он у ведьмы Она меня пожалела, вылечила Потому-то я ей отдал ларец Она мой друг Ведьма Ведьма Я тебе верю Ты всего лишь получеловек Но больший злодей, чем многие разбойники, которых я ловлю Ты свободен Спасибо Спасибо И не смей больше красть Не поговорив со мной Все, проваливай Вы оставите ему жизнь Не могу же я весь свет перерезать Как ты позволил обвести себя вокруг пальца Я запретил тебе пускать людей к ней в камеру Я думал, что делаю добро, мэтр Лекарь сказал, что в ее силах излечить Что за силы? Народные средства? Аптекарские снадобья? Ты огорчаешь меня, Силас Инквизитор не должен так легко позволять себя одурачить Простите, учитель Она, наверное, в чумном лазарете Лекарь сказал, что она нужна, чтобы спасти дочь И ты поверил? Моли небо, чтобы я нашел ее там, Силас Иначе, клянусь тебе, не знать покоя Кто бы мог подумать? Святая плащаница попала к этой гнусной ведьме Поверьте, она заговорит Если бы ваш инквизитор предоставил дело мне Плащаница давно была бы у нас в руках Ее держат здесь Что это значит? Что это значит? Николай 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 Вала, господа. Держи. КОНЕЦ 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 Что случилось? КОНЕЦ 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 Аврора. Аврора. Ты ее видел? КОНЕЦ КОНЕЦ Будешь говорить? Я дать тебе подпытку, чтобы слова нашлись. Почему твой учитель освободил ведьму? Говори. Управитель имеет право знать. С тех пор, как учитель отпустил иудеев, он изменился. Он больше не служит Господу, как должно. Почему ты ничего не сказал? Если у тебя были сомнения, ты должен был давно прийти ко мне. Я боялся его. Так ты был его пособником. Так? Не надо. Не делайте мне больно. Умоляю, монсеньер. Не бойся. Мы все прекрасно понимаем. Нет никаких сомнений, что Барнальд – душа заговора против его святейшества. Тебе пора выбрать, на чьей-то стороне. Если знаешь, где она, ты должен нам сказать. Мы слушаем. Аврора. Я должен ее найти. Аврора. Их забрали. Ее убьют, как остальных. Зачем? Ты не понимаешь. Они крадут больных и с их помощью распространяют чуму. Я должен ее разыскать. Это вы, управитель? Пришли сосчитать трупы? Нет. Я пришел за вами. Не так ли, юноша? Что ты натворил? Да. Что ты натворил? Ты предал меня? Взять их и заковать в кандалы. Живо. Если вы хоть пальцем меня коснетесь, вы покуситесь на всю святую церковь. Я Гильермо Барналь, великий инквизитор. Только троньте меня, и будете отлучены. Взять этого злодея. Я сказал, подстражу его. Вот так. Прекрасно. Аплодисменты. Поверь? Взять их и заказывай. Взять их. Звук. Почему ты оставил меня Гием? Я ждал тебя, когда мама умерла. ГРУСТНАЯ МЕЛОДИЯ Конец седьмой серии. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура.